Малоподвижный образ жизни Малоподвижный образ жизни плюс бесконечная еда, да, когда находишься дома, все-таки, ну, это известно, больше кушаешь, поэтому, ну, какие тут могут быть рекомендации? Ну, создавать максимально возможную подвижность, то есть, или, допустим, какие-то тренажеры, какие-то физические упражнения дома, если это, допустим, какой-то частный дом, то во дворе какие-то там физические упражнения, вот, может быть, даже, ну, как бы увеличить их количество, там, частоту, ну, а во-вторых, возможно, даже и какая-то низкокалорийная диета тоже, наверное, стоит подумать над тем, что мы кушаем вот в этих условиях и снизить калорийность, снизить количество углеводов и так далее, в общем-то, все эти диеты известны, наверное, стоит это учесть, вот, но я вам скажу, одно дело ожирения, да, вот, а другое, дети теряют коммуникативную, способности, дети теряют навыки общения друг с другом, дети теряют навыки общения со взрослыми, и это, в общем-то, с моей точки зрения, это даже вот на грани с психиатрическими различными вот состояниями, поэтому тут тоже очень важно вот решение этой проблемы психологам, в первую очередь, не психиатрам, а психологам именно решать эту проблему, потому что все равно эта пандемия закончится. Ну вот, согласно истории, да, вот, пандемии те, которые были в мире, ну, максимум они продолжаются два года, ну, то есть у нас где-то еще год с вами остался жить в этой пандемии, так, вот, и по выходу все равно мы выйдем с этой пандемии, а ведь последствия остаются, и то же ожирение, и те же там различные, ну, когнитивные нарушения и так далее, и так далее, поэтому, мне кажется, заранее это надо вот учитывать, заранее об этом говорить.